Всем привет! Как меня видно, как слышно? Я лишь, знаете, хотел, ну, раз уж услышал такие приятные слова, еще раз всех поздравить с благородным праздником солидарности трудящихся. Это на самом деле, если вы читали историю, вот я сегодня пост разместил, да, еще раз напомнить всем, что это, по сути, никогда и не был таким красивым, приятным праздником. Это всегда был международный, именно международный, мирового масштаба день протестов и требований трудящихся, ну, и призыву трудящихся, да, и трудовых коллективов к каким-то послаблениям со стороны регулирующих и властных органов. Надо это не забывать, надо это помнить, эта история, она началась еще в конце 18 века, и так, действительно, 1 мая во многих странах мира, наверное, в половине стран, в 180 странах мира отмечается этот праздник как солидарность трудящихся, то есть когда рабочий класс отстаивает те или иные права и свободы, которых, конечно, у них очень мало. Если мы взглянем на нынешнюю ситуацию, если мы с вами взглянем на ситуацию 10-ти или 5-ти летней давности, то, что происходит сейчас, 5 лет назад, еще в голову не укладывалось, и никогда бы люди не позволили пропихнуть, протолкнуть те инициативы, которые сейчас уже у нас существуют в нашей реальности, и мы, склоняя голову, покорно отдавая свою свободу и свои права, идем вот в этот дружным строем, да, на вот эту бойню. Кто согласен, что это так, поставьте плюсик в чат. Это неприятно, но это действительно так, если опять-таки мы почитаем и посмотрим, друзья, мою историю, я очень люблю историю, история нас очень многому учит, только не ту, которую пишут, конечно, в общеобразовательных учебниках школьной программы, и даже не ту, которую пропагандические каналы выпускают, а стараюсь из этих крупиц найти какую-то истину, а истина, она всегда одна. Так вот, если мы посмотрим, что самые большие битвы, да, самые яростные войны, самые большие гражданские войны, сколько было рек, крови пролито, все это было сделано за свободу, которая сейчас, безусловно, по всему миру, без исключения, это не только у нас так, человечество эту свободу само отдало, по сути. Вот вы посмотрите, что сейчас происходит, и покорно, без всяких огромных митингов, без расстрелов, без массовых посадок, да, и жесточайшего геноцида, а люди сами отдали под вот неким соусом тех или иных проблем пандемии и прочего. Это, конечно, неприятно, нехорошо. Но это действительно так, и мы это наблюдаем, это страшно наблюдать, я ни в коем случае не призываю поднимать протестное движение, я никогда не полезу на танки, имея в виду, не буду возглавлять никаких протестных движений, я лишь призываю вас к разумности, и еще раз повторю, что в наше время, это было всегда, если вы почитаете историю, это было всегда, никогда, ни при какой власти, ни в какое время не было и не будет свободной, счастливой, богатой, обеспеченной жизнью простым крестьянам, нигде, ни в какой стране, даже если вы смотрите сейчас в сторону Европы и Германии, и вам рассказывают, что там хорошо, где нас нет, вот, пожалуйста, Лариса у нас живет в Германии, и она спокойно может вам рассказать, что там тоже не так все идеально, у меня в Штатах много друзей, у меня в Израиле, друзья, есть евреи, да, то есть во многих-многих странах, с Европы также куча наших партнеров, адвокатов у нас есть в Турции, друзья, и везде, везде, везде трамбуют людей, особенно страшно зависимые, особенно несвободные люди, работающие по найму. Вы также это прекрасно понимаете, это тяжело осознавать, это неприятно, но это так. Поэтому я лишний раз призываю вас к ответственности, к разумности, к пониманию, что если вы о себе не будете заботиться, никто о вас заботиться не будет. Никогда так не было, никогда так не будет. Воспитывайте себя, воспитывайте своих детей, свои следующие поколения, своих внуков именно так, чтобы они брали на себя ответственность больше, больше. Пусть это будет в начале отторжения, пусть это будет сложно, тяжело, неприятно. Но если вы научите сами, в первую очередь, и своим примером покажете им, что такое свобода и что такое действительно финансово, благополучие и независимость, ваше поколение проживут счастливую жизнь. То, что вы, наверное, и хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, но и вы тоже прожили счастливую, свободную жизнь. И это касается не только финансов, да, это касается всех-всех сфер жизни, сфер влияния. Свободный человек все равно останется свободным. Это очень важно. Также я хотел бы напомнить, Лариса сегодня сказала, благодарю вас, Лариса, что у нас стартовала производственно-продуктовая компания. И давайте без купюр, как есть, сейчас расскажу, как оно есть, а вы потом передадите своим людям, расскажете. Можно будет вынести сегодня на лидерский созвон. Не негатива ради, а просто расскажу, как оно есть по цифрам, как оно обстоит. Посмотрите, предприятия изначально продавали 10 гектаров за 20 миллионов. Мы выбросили 17,5 гектаров, по сути, в два раза больше. И вот на этих дополнительных 7,5 гектарах еще есть два источника воды, два ключа больших, то есть две больших залежи с пополняемыми резервами артезианской воды. Как она работает? То есть ее выкачиваешь за день, да, потом за ночь она наполняется и опять. То есть такие подводные, внутри такие пузыри под землей с чистой водой. Чистая минерализованная негазированная питьевая вода. Мы ее выкачиваем, и вот на этих 17,5 гектарах по исследовательским еще две таких залежи больших. Помимо этого у нас огромный кусок земли. По всем документам, что мы параллельно мили большую проверку, сейчас предоплату внесли, объявления сняли с продажи. Так вот, я вам хочу сказать, что в эту землю, в эти цеха, в это предприятие, в эту распределительную подстанцию, там электрическая подстанция собственная, денег было потрачено бывшим собственником в районе 90 миллионов рублей. Он три года это все делал, обделал 90 миллионов. Это только в оборудовании, без земельного участка. В оборудовании, в цеха, вот, в то, что сейчас там есть, 90 миллионов. Мы купили за 30 все, что там на нем есть, и 17,5 гектара. Этих 17,5 гектара хватит, чтобы развить и построить, ну, огромную прямо акроферму. То, что мы сейчас начинаем с грибочков, с водички, да, и параллельно компост, потому что его куда-то нужно выкидывать, червячки, перегной и удобрения, это только начало. На 17,5 гектарах плодородной земли с такими залежами водных ресурсов, чистой питьевой воды, ребят, это просто золотая жила. Кто со мной солидарен, поставьте пятерку в чар. Дальше, я хочу, чтобы вы понимали, мы его уже купили. То есть сейчас процесс оплаты. Мы внесли 3 миллиона, его сняли с объявления. Сейчас мы траншими деньги отправляем и переоформляем это предприятие. Будет 3 собственника, зайцев, тетерин, штукер. Нас 3. Александр Штукер, он местный, он как раз живет там. Он живет там, у него огромный опыт, он вхож в администрацию, у него даже есть должность определенная в администрации. То есть, чтобы вы понимали, все вопросы, да, по сбыту, по отсутствию наездов со стороны проверяющих органов и прочее, у нас закрыты. Потому что человек с нами вместе в доле, потому что этот человек занимает должность определенную, и потому что из 30 человек 2 человека согласны. Потому что это адекватная покупка, а остальные считают, что херней занимаемся. Бог бы с ним. Окей, я очень ценю ваше мнение. Тем не менее, я продолжу. И вот мы сейчас выкупаем это предприятие в любом случае. И мы вам, как инвесторан, даем возможность. Это просто обычная возможность. И ваше право воспользоваться ей или нет. Мы ничему не призываем, ни в коем случае никаких обязательств не делаем. Мы себя ведем абсолютно спокойно. То же самое у нас сейчас с недвижимостью, да, друзья мои? То же самое у нас сейчас с турецкой недвижимостью. Сейчас объясню аналогию, что я имею в виду. Мы можем предприятие вместе с вами взять денег и запустить. Вместе с вами делить прибыль. Мы можем вас не трогать. И даже могли бы не объявлять ничего в рамках Тайрус. Взять и запустить. И многие люди, я знаю, прекрасно обсуждают это. И они правы по-своему, но лишь по-своему. Они говорят, почему Денис Тетерин не вложит своими деньгами, не закроет своими или не возьмет кредит, если у него своих нет. Кредит ведь дешевле. Нам-то нужно платить от 36 до 60 процентов, а еще и 13 зарплату давать в виде премии ежегодной по результату отработанного года предприятия. Зачем столько денег отдавать каким-то там чужим людям, которые, ну, условно там в компании Тайрус? Зачем он это делает? Можно взять под 8,5-9 процентов. У нас уже сейчас под это предприятие кредитуют на 60 миллионов, то есть есть прям заявка, есть одобрение. Это, ну, страховой случай, скажем так, да, перестраховаться. На 60 миллионов вот это предприятие под 8,5 процентов. Мы можем взять деньги у банков, через полтора года все долги закроем и забирать все себе. Просто иметь хорошее агропромышленное предприятие. Продолжать развивать, увеличивать, строить новые цеха, осваивать землю. 17,5 гектара – это огромный кусок с огромными залежами воды, которую просто каждый день продавая и деньги себе мешками складывая на счета. Но везде, везде наши люди ищут какой-то подвох. Вот не пойдет, вот здесь не так, а зачем ему мои деньги? Большинство людей, как ни странно, еще раз повторюсь, считают, что от 36 до 60 процентов годовых на полном посеве – это мало. И они считают, что лучше понести в финансовые пирамиды. Я понимаю прекрасно, что эта тема уже оскорблена на белой, и не буду я сейчас ни в коем случае ругаться и кого-то осуждать. Это ваше дело, вы прекрасно знаете. Все эти инвесторы, сетевики, которые бегают по финансовым пирамидам и пытаются что-то заработать, что вы деньги потеряете. Вы деньги потеряете, и ваши рефералы потеряют, и ваши приглашенные – это правда. Но я лишь хочу призвать вас, если вы хотите, давайте мы покажем свое намерение и зайдем. Вместе с вами построим это предприятие. Если не хотите, деньги уже уплачены. Мы заднюю включать точно не будем. Мы построим предприятие совершенно без вашего участия. И мы снимем эту программу с продуктов Тайрус, с услуг Тайруса, не будем ее даже упоминать. То, что в принципе и произошло с нашей инвестиционной составляющей Тайрус. У нас есть матрица в турецкой недвижимости, а был инвестиционный проект в турецкой недвижимости, где можно было за год сделать 150% спекулятивно. Сколько людей обратилось за эти? Сколько? Ноль. Больше 80 тысяч партнеров. Успешные, богатые, весь интернет завален успешными отзывами – это правда. В турецкую недвижимость обратилось ноль. Я вам недавно демонстрировал, как строят наши дома. Вы все видели, все знаете. Много пиара, много успеха, много доверия. Сколько вложилось? Ноль. Не ради негатива, ни в коем случае. Это ваши действия. Да? Я же сейчас не пересказываю, не привираю ни в коем случае ничего. Я говорю просто, как вы восприняли и как вы отреагировали на вот эту возможность, которая у вас действительно была. Я закрываю полностью все платежи по Турции. И дом на 50 квартир, и дом на 30 квартир. Достраивается, остается в аренду, частично продается, приносит деньги, улучшает мою жизнь, кормит меня, мою семью, моих близких. Кого кормит из вас? Никого. Ноль. Почему? Потому что вы так восприняли. Это ваше объективное осуждение, это ваша реакция, это ваши шаги, которые вы сделали, либо не сделали. Сейчас у нас есть возможность зайти в агроферму. Вы эти шаги делаете, либо не делаете. Впереди рецессия, впереди очень тяжелые времена, не только в России, но и в целом мире. Вы это слышали, знаете или догадываетесь, но это действительно так. И любой источник дохода, который будет кормить хоть небольшим процентом вас или вашей семьи, это замечательно. Покажите мне людей, которые, ну хотя бы получают, там, да, 10-15% гарантированных сейчас годовых, 10-15% годовых гарантированных на полном пассиве с какого-то бизнеса. Таких людей вы не найдете. Ни вы, ни среди ваших знакомых их нет. И это правда. В агрокомплексе вы можете получать от 36% до 60%, плюс еще вознаграждение в конце года. Это возможность, которую, еще раз повторю, вы можете взять, можете не взять. Каждый принимает решение для себя. Я призываю, чтобы вы пошли, сделали правильный выбор, и эти фермы будут кормить вас. Мы будем производить продукты питания, которые сейчас действительно на вес золота в России. Кто-нибудь, может быть, слышал новости, читал, знает, если это так, поставьте плюсик час, что в Российской Федерации законодательно уже с середины мая запрещены, с середины апреля запрещены вывозы продуктов питания за рубеж. В принципе, да, то есть мы экспорт закрыли. Продукты питания, каши, крупы, зерно, вывоз запрещен. Почему? Почему правительство и коммерческим, и государственным компаниям, почему правительство делает такие тотально жесткие меры? Кто слышал, если кто не слышал, поставьте плюсик чат. Почитайте документацию, да, то есть это президент запретил. Почему правительство делает такие жесткие результаты? Ведь Россия всех кормила, включая все страны СНГшное Содружество и на дальние зарубежья всегда транспортировали. А сейчас запрещено уже две недели, даже три недели на сегодняшний день ничего не вывозится и не продается. Потому что впереди голод, впереди настоящий жесткий голод. И то, что сейчас борются с коронавирусом, это фигня. Вот когда будут бороться с голодом всему населению, вот это будет проблема. И любые компании, которые производят продукты питания, выращивают, продают, транспортируют, они на вес золота. Они всегда были на вес золота, а сейчас впереди в особенности. Цены на продукты питания будут расти невероятно, вы это знаете. И мы в любом случае, и мы, и наши инвесторы будем обеспечены, будем защищены, и будем чувствовать постоянную надежную опору в виде продуктово-производственного предприятия, которое стоит на балансе нашей фирмы. И сейчас, исходя из ваших действий, мы уже увидим, это будет на балансе фирмы или это будет опять так же, как получилось с турецкой жилищкой. Всем нравится Турция, все знают, что это доходно, выгодно. Всем нравятся дома, куча видеосюжетов, много поездок, много пиара. Все замечательно. Я в абсолютно свободной форме всегда доносил информацию. Хотите, идете, я вам рассказал все, как есть по цифрам, по-настоящему, не привирая. Не хотите, не идете, это ваш выбор. В турецкой же недвижимости вы выбрали, но никто не пошел. Замечательно, прекрасно. Дома достраиваются, ими владеет тетерин. Становлюсь еще богаче, успешнее, знаменитее. И вам будет это продолжать, нравится, вы будете говорить, какой замечательный Денис Тетерин у нас. Но вы с этого иметь ничего не будете в финансовом плане. И это печально. Это действительно меня расстраивает. Я не понимаю, почему вас это не расстраивает и никак не затрагивает. Сейчас мы запускаем агропромышленный бизнес. Это очень выгодный бизнес. Еще раз повторю, вы это и без меня прекрасно знаете. И вы сейчас принимаете решение, идти вместе с нами или не идти. Мы пойдем до конца, мы запустим, мы покажем. И весь мир будет видеть, что мы делаем правильные, нужные шаги. Огромное спасибо за то, что выслушали. Спасибо за обратную связь. Для нас сегодня работал я, Денис Тетерин. 1 мая. Сегодня первый день старт сбора инвестиционного пула на запуск продуктово-производственного бизнеса в Краснодаре. Мы купили ферму и мы делаем ее доходной фермой компании Тайрус. Кто с нами, тот всегда будет защищен в финансовом плане и в эмоциональном будет чувствовать настоящее благополучие. А благополучие это состояние души. У меня все. Огромное спасибо. Низкий поклон. Пока-пока. Продолжение следует.